привет друзья я сейчас секунду так прямой эфир как я говорю самое важное съемки это парфюм шутка парфюм же не слышно через грамм но он создает настроение так что и не шутка тоже привет привет всем мы наконец-то приехали здесь помрачительный вид я вам к сожалению сейчас ночью видно только дни ночного ночной цивилизации где-то вдали потрясающий вид с утра и на закате я вам покажу ближайшие дни потому что мы только сутки переехали и еще не успели особо обустроиться разобрать вещи у нас были приключения но ведь сумасшедшие выставлю stories я конечно наверное сложно выдерживать те приключения которые постигли меня ближайшие дни если бы не этот вид и не это место космическое которое прям я нашла место силы и теперь я живу в своем месте силы это мечта это прям мечта наверное надо поставить вас поближе чтобы читать то что вы пишете привет 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 завтра мы обязательно покажу но очень хотелось уже выйти в трансляцию рассказать напомнить всем о том что завтра у меня состоится вебинар в 6 часов где мы поговорим о сексуальности я раскрою вам секреты этого дела это лично моим опытным путем методом ты бы так сказать выяснены и знания которые с удовольствием передам вам соблазнение развитие своей сексуальности а раскрытие своей сексуальности и конечно же для первого вебинара я расскажу о съемках в порно расскажу как это было о своих ощущениях о своем восприятии я же тоже не была готова к этому сразу то есть я пошла на это именно из страха я пошла на это именно из страха потому что мне было очень страшно я иду всегда туда куда где мне страшно чтобы там перебороть этот страх и конечно это было очень волнительно но больше глубже и дольше я расскажу вам на вебинаре который состоится завтра в 6 вечера извините в воскресенье после завтра получается 6 вечера и за чисто символическую плату в 1000 рублей поскольку очень много желающих просто посидеть в эфире покричать расстегни лоску подними ёбку сиськи покажи вот чтобы просто скучающие не заходили в этот вебинар а действительно пришли люди которым это нужно для этого сделана плата тысячи рублей кого интересно кого интересует еще попасть на вебинар в воскресенье осталось всего пять мест потому что количество мест ограничено возможно потом мы расширимся но пока я хочу начать с такой площадке чтобы каждому уделить недостаточное внимание ответить на все ваши вопросы пообщаться лично на вебинаре и получить от вас обратную связь конечно мы будем говорить о сексе о сексе в отношениях самоопределение самоощущениях развитие и отношений и личной сексуальности я там конкретные практики и конкретные упражнения для этого спасибо всем добрый вечер одесса привет как записаться для того чтобы записаться очень хороший вопрос для того чтобы записаться на вебинар пишите мне в директ хочу на вебинар и и вы получите доступ после оплаты и мы с вами увидимся в завтрашний в послезавтрашние немного спутались встречи в воскресенье в шесть часов также я расскажу сюрприз потому что просто я решила почему осветить тему порно во первых для того чтобы раскрепостить вас перед таким откровенным разговором чтобы после порно уже разговоры о сексуальности соблазнение и раскрепощение мам не будут казаться такими страшными и открыли какими-то уж чересчур после моего рассказа о порно это первая причина второе потому что это всех волнует очень интересует и всем хочется знать а как это даже если не хотят попробовать сами хотя порно хотели сняться все почему логическая цепочка потому что мы все смотрим порно но нам всем нравится порно потому что мы любим смотреть на чужое удовольствие нам хочется также когда кто-то истина пока выражает свои ощущение ну видно что человек кайфует что его там штырит от экстаза нам конечно завораживает нас то волнуется нас это завораживает поскольку все смотрели порно всем нравится естественно мы осознанно и подсознательно представляем себя на месте героев на месте участников фильма и и соответственно все фантазировали и все имели желание сняться в порно потом это могло быть замылено я кстати хочу сказать наверное она в начале знакомстве после вот в юношеский период после моего знакомства с порно наверное я тоже меня были такие исходящие но потом я просто снялась в нем и поэтому желание удовлетворила мне вообще нет ни удовлетворенных неревизованных желаний и фантазии я всегда делала то что я хотела и не делала того чего не хотела я считаю что наша жизнь наших руках и праве и в силах принимать решение менять ее в ту сторону в которую мы захотим возможно все и можно все более того и слова всякие вопросы а как же а что же они не уместны потому что первую очередь не обязательства перед кем-то первую очередь важны первую очередь мы важны важны обязательства перед собой мы обязаны быть счастливыми и это собственно все для этого мы живем и в этом смысл потом уже все остальное если хочется нравится пожалуйста но в первую очередь мы все обязаны научиться быть счастливыми а не кому-то что-то и как-то и только когда мы чувствуем себя счастливыми наполненными спокойными только тогда как раз и сможем очень много просто отвечают мамочки женщины что вот семья попробуйте по ухаживайте этому приготовьте мы постирали я задолбалась сидеть дома когда мы как рабыня как домохозяйка как домработница на самом деле не это важно не важно постиранные рубашки это конечно тоже важны рубашки еда и собранный портфель или мужу там обед с собой но важно может быть для вас вряд ли это важно для ваших семейных для ваших семейных важны другие вещи вы будете когда вы будете наполнены удовлетворены кайфовать от жизни получать удовольствие во-первых это все не будет замечаться какие-то бытовые истории которые вы решите оставить своих ежедневных делах это будет все в удовольствие они в напряг во вторых только тогда вы сможете помочь своим близким никогда вы им воротники и рубашки стирать и гладьте носки а когда вы излучаете силу изучаете все положительные весь спектр положительных и добрых эмоций вы сможете устраивать взаимобмен сможете в какой-то момент кто-то там ребенок тот же спал в стрессовое состояние что-то мне не получается вы сможете подойти его успокоить поделиться с ним этой ровной этим ровным состоянием а как вы ему поможете делать те же уроки если вы сами находитесь в нервно истеричном положении в руки сделать это не помощь помощь подарить ему научить его быть таким в таком же состоянии дарите ему к своим примером потому что сколько детям не объяснить они могут послушать но все равно будут делать только так как делаете вы поэтому только своим примером показывая гармоничное свое состояние стабильное непрыгающие и подвижный эмоциональный фон вы сможете зарядить его на здоровое будущее также давать любую силу партнеру поддерживать вдохновлять и провоцировать на хорошие вещи не хотел бы работать порно я не говорил о том чтобы работать я бы работать тоже не хотела как там все время бывает намекает кто-то с вашей профессией я же понимаю я грязь какой профессии с какой простите профессии план него мне профессии повторюсь еще работать пор я бы тоже не хотела потому что это прям целая история то есть пришлось бы трансформировать свою жизнь под дело это соответствующий образ жизни соответствующий наклад отпечаток на семейная жизнь потому что у нас социальное восприятие этого процесса достаточно сложная в отличие от той же америки и европы где актеры снимаются и имеются прекрасные семьи рожают детей иногда они работают в одной индустрии а иногда нет иногда муж или жена упорно актеры работает на обычной работе каким-нибудь менеджером среднего звена и все прекрасно понимают ну то есть другое совершенно восприятие сексуальной жизни а у нас очень много шаблонов рамок зажимов ограничений стереотипов комплексов обычно мы реагируем всегда именно на то что волнует нас если вас что-то остро задевает если вы кричите как ты могла шлюха снятся в таких фильмах фу-фу-фу потасканая что там еще кричат ну в общем все весь набор питетов это волнует именно вас это не меня волнует это ваши эмоции поймите то на что мы остро реагируем это наши самые желанные наши сокровенные желания работать порно и я не говорила про работать порно что каждый хотел бы работать порно я сказал что каждый хотел сняться в порно потому что все смотрят порно всем нравится и все представляют себя на месте актеров каждый об этом фантазировал фантазии то есть наше желание и я не беру в учет случаи анаргазмии или какие-то индивидуальные проблемы со здоровьем или а сексуальных людей я беру основную массу 85 процентов нормальных людей создать до здоровом состоянии и с более-менее гармоничным гормональным фоном он как звучит все конечно же просто боятся признаться себе в этих желаниях потому что когда-то кто-то их наругал может быть родители застали за непотребным делом может быть будущем партнер какой-то пристыдил что это ой как плохо кто-то мужчинам в этом смысле значительно легче мужчины проще отпускают голову и таких зажимов которые не позволяют расслабиться у них вот как у женщин у нас нету им проще как-то это все воспринять но мужчин другая история у них потребность бывает ярко выраженная потребность то есть то есть слишком большое желание акта и проявление этого желания чего делать конечно не надо нужно быть тоже в ровном состоянии честным с собой и не иметь таких комплексов что откажут откажут не дадут быстрее быстрее бы получить свое релакс если вы хотите качественный секс с глубокими ощущениями незабываемыми в развивающейся форме потому что у нас тело оно как оно очень однозначно реагирует на одинаковые действия оно привыкает к ним и ему становится скучно нам становится скучно в том что происходит одинаково если мы в семейной жизни как бы не любили партнера все время одинаково занимаемся сексом а приблизительно месяца через три ну ладно возьмем через год партнеры знают уже друг о друге все кому как нравится кому как хочется кто как быстрее получает наслаждение и более-менее все понятно дальше туда-сюда обратно тебе неприятно и это в общем-то одни и те же фрикции поэтому ничего нового не придумали партнеры начинают привыкать и начинает ослабевать притяжение эффект неожиданности пропадает флирт уходит и от этого конечно же начинаются первые кризисы и обязательно надо работать со своей сексуальной жизнью улучшать ее качество и уделять ей внимание мы уделяем внимание всему чему угодно в этой жизни всем ее направлением кроме сексуальной если типа все сошлось все в порядке семье все обоих устраивает то значит на этом можно поставить галочку что сексом в этой семье у нас в семье все в порядке можно об этой области потому что тут же все в порядке тут главное совпало и норм нет это не так секс требует такого же регулярного внимания как и все остальные области профессиональному росту значит мы времени уделяем на обучение на практику на ну мы даем этому энергию мы занимаемся этим вопросом чтобы достичь какой-то планки и расти потому что когда стоишь на месте это всегда приводит к деградации ты стоишь на месте это не стабильность мир-то идет вперед энергии идут вперед а тогда ты получается идешь назад по сравнению с миром поэтому конечно это всегда приводит к деградации по данном случае к ослаблению чувств чувственности совместной надо прокачивать и сексуальность семьи если ваш партнер например не хочет этого делать вы можете взять это на себя и в этом нет ни ничего такого более того на это обижаться или как-то выражать даже свою неприязнь совершенно не стоит наш оргазм в наших руках и в наших ногах возможно после того как он впечатлиться тем в какую сторону начали двигаться начала двигаться ваша сексуальная жизнь он тоже заинтересуется и ему тоже захочется развивать себя и свою чувственность ну а если нет то вы в любом случае подтяните его за собой и он получит совершенно другие незабываемые ощущения которые будут отличать вас от всех кто был ранее и долго скреплять ваш союз потому что например я считаю что если ты уж в отношениях то в первую очередь ссоры никогда не должны не мешать сексуальной жизни то есть если хочется секса а вы поругались ну можно подойти просто сказать об этом дуйте друг на друга подойти и сказать давай подрахаемся подрахаться и убежаться дальше пожалуйста чем секс-то виноват почему бы не сбросить напряжение таким образом и тогда кстати после секса зачастую все уже становится не таким-то и важно как казалось до удовлетворенные люди не злятся злятся люди не потому что они злые зачастую ну хотя бывают и такие случаи а потому что им плохо это надо понимать и с принятием и сочувствием некотором роде относиться к таким персонажам так у вас застыли комментарии давно давно я поэтому не читала я решила сначала выговориться а потом поотвечать вам поэтому я буду по чуть-чуть листать сейчас обязательно завтра покажу вам этот сумасшедший вид я попала в рай я так хотела сюда вы знаете с моим перемещением за город во-первых это мне приснилось я проснулась утром поняла что я хочу переехать за город жить впервые в жизни никогда не шла за городом синхронно то же самое сказал женек хотя я ему не рассказывала не пропагандировала не закидывала удочки что а может быть как-нибудь домик в лесу нет этого не было он просто мне сам сказал а я знаю что это мне что я проснулась уже с этим ощущением и вот в этом едином желании мы быстро за неделю оказались здесь конечно мы сначала не знали вообще куда мы хотим за город переехать потом нашли это райское место где люди улыбаются где вообще ощущение что ты в Европе находишься где огромные дворы где очень какая-то творческое настроение состояние на берегу реки и все такой это итальянско-русский квартал в смысле итальянские дизайнеры делали интерьер и здесь конечно краски буйствуют итальянцы как известно нация страстная я прям почувствовала это место и понимала что больше я не хочу жить нигде я хочу жить только здесь еще два дня назад мы не знали где здесь мы будем жить потом нашли себе жилье ну три дня там два дня назад переехали и перевезли в смысле вещи там до ночи перевозили вот вчера первый день мы не были здесь потому что мы помчались по делам и и они нас еще задержали тоже до глубокой ночи в общем пока не успели ощутить всю атмосферу и вкусить весь дух этого места потому что я когда просто сюда приезжала для того чтобы найти жилье я у меня мурашки по коже все время бежали насколько насколько меня вообще здесь притягивается я не хотела отсюда уезжать мы уехали в 12 ночи потому что мы просто не хотели уезжать не потому что мы что-то а потому что просто не хотели ну в общем все никак нельзя лучше я покажу вам берег реки виды это потрясно это кайф и почему я не задумалась до этого раньше и так сейчас начну листать ваши комментарии привет привет красивый привет спасибо всем за теплые слова за комплименты доброй ночи что там с ровным спасибо спасибо ого-го-го сколько всего приятного расскажи про анальный секс да вы кстати пишите все свои вопросы темы которые волнуют вопросы которые хотелось бы раскрыть что вообще с чем надо познакомить например не затрагивали эту область но она вас манит и желаете не знаете как начать я все это буду обязательно освещать в своих трансляциях и в вебинарах и видео уроках вместе с вебинаром выйдет первый видео урок он пока только для женщин если вебинар МЖ то видео урок будет пока только для женщин для мужчин он еще в стадии разработки для женщин как прокачать свою сексуальность соблазнение как стать притягательной единственной незаменимой и наслаждаться этой жизнью и вашим сексом а вебинар напоминаю у нас воскресенье восемнадцать ноль ноль кто хочет записаться за символическую плату тысячи рублей чтобы не приходили лишние люди которым просто делать нечего так зачем делать эфир если на вопросы не отвечаешь повторите вопрос я на вопросы отвечаю чуть-чуть поговорив чтобы не сбиваться я сначала высказалась а теперь отвечу на ваши вопросы с подругой общаемся там типа она мне говорит я поправилась так бы черт из изоляции я не могу у вас вот у у у у у Субтитры делал DimaTorzok Я не снималась в порно-профессионально, долго не являлась моей работой, но это тоже являлось одной из частей познаний глубинных сексуальной жизни. Я посвятила этому всю свою жизнь. Изучению чувств, инстинктов, реакций. Я уверяю вас, вы и 10% знаний моих не имеете. Они будут для вас созидательны. Знания, они дают свободу. Когда вы знаете и принимаете решение делать что-то со знанием этим, то это уже умный, осознанный выбор. А когда вы по незнанию делаете так, как получилось, то это другая история. Семейная жизнь у меня тоже была прекрасной, благополучной. Сейчас я просто сделала передышку. Я перенасыщена отношениями и я хочу понаходиться в творчестве. Я сейчас уделяю этому времени. Поверьте, с личной жизнью у меня все в порядке, все стабильно. Успешные отношения, которые шли в развитии, долгосрочные у меня тоже имеются. У меня как раз многие замуж не могут выйти. Я девчонкам столько помогала. Вы не представляете, сколько пар на моем счету. Я просто не являюсь сводницей или дыро знакомств. Мы работали с ее личностью, с ее развитием себя. И когда потом жизнь налаживалась, и все вокруг налаживалось, и профессиональная деятельность сразу становилась очень активной, и шла в рост, и в личной жизни начали встречаться совершенно другие люди, созидательные, интересные, притягательные. И скоро появился серьезный мужчина, сделал предложение, появились дети. Это я вот конкретную девушку вспомнила. Таких пар очень много. Очень много я кому напишу, помогаю, отвечаю на ваши вопросы. Но, к сожалению, я не могу сделать это для всех, поэтому по вашим заявкам это именно мой отклик на ваши запросы. Это не моя потребность, не мое желание. Это желание поделиться теми знаниями, которые скопились. А их много. Так что баба будет учить, тот, кто написал, что вы здесь сидите. По-моему, у вас есть более важные дела и места, где можно научиться, где вы оцените и получите то, что важно вам. Не стоит тратить здесь время. Это фиаско. Барби умерла бы от зависти. А, спасибо. Что за ересь она несет? Ну, если вы не понимаете, о чем я, с какого момента вы не понимаете, я постараюсь вам разъяснить. У меня жена Нишмара. Я вас поздравляю. Это хорошее событие. Лена, вы интересная девушка, но вы так бессвязно говорите. Тяжело слушать обо всем и ни о чем. А в чем бы вы хотели поговорить? Пишите, я освещу любую тему. Я вот анальный секс уже прочитала. Ваше желание поговорить. Вы только с сыном живете. Да, мы живем вдвоем. У меня машина. Так, новости я не комментирую. Как соседи относятся к вам? С чего вы взяли, что у нас есть соседи? Так, надо мне или повыше поднять, или пониже сесть. Сейчас я сяду туда, чтобы почитать комментарии ваши. Знаете, ко мне, мы сейчас, говорю, находимся в творческой атмосфере, и здесь все очень дружелюбные. В общем, я очень приятный, обаятельный человек в жизни. Не конфликтный. Я люблю договариваться, если какие-то вопросы возникают. Поэтому, что, почему ко мне надо плохо относиться? Некоторые, ну, чаще всего мне сразу встречаются при переезде уже какие-нибудь симпатичные ребята, которые желают познакомиться, да не помочь справиться со всем, если что, чтобы я звонила. Так что в любом месте, куда я переезжаю, у меня сразу есть доброжелательные соседи, жаждущие моего внимания. Этим я обеспечиваю себя неосознанно. Так. Ты делала операции? Ну, какие-то, конечно, делала. Если вы имеете в виду пластику лица, нет, я не делала пластику лица. Мы только удаляли, ну, это не является пластикой, удаление жировиков, то есть комков биша. Пластику я ничего не делала, ни нос, ни подбородок, ни там что-то еще, ни глазки. А, вспомнила. Бру. Грыжи удаляли. У меня с детства были очень сильные мешки под глазами. И, конечно, очень рекомендую безопасное, быстрое избавление от мешков, у кого есть грыжа. Но, конечно, это показания. Нужна операция. Не всем уместно. Вот у кого именно эта проблема, я, конечно, счастлива, что я ее сделала когда-то. А потом аппендицит у меня недавно был. Причем я оказалась в другой стране. Это был срочный, это был Новый год. 1 января, 4 утра. Срочно вызвали уже скорую. И они просто меня сразу же на операционный стол. Я говорю, пожалуйста, можно я длечу до Москвы? Я там все, все себе пропилирую, что надо. Потому что у нас это делают уже через две точечки, два прокола. Там, конечно, меня разрезали. Но, видимо, было, я ничего не хочу сказать плохого про врачей. Наоборот, молодцы. Спасибо, что заставили все-таки решить вопрос вовремя. Видимо, была уже стадия такая, когда невозможно через два прокола. Это было пару лет назад буквально. Леночка, покажите эти, как слезть с подоконника. По факту права, сядь на шпагат. Надо без вопросов. Итак, пока скажу про анальный секс. Для мужчин и для женщин это является, опять же, совершенно разными. Разными сходящими, на которые надо ориентироваться. Потому что для мужчины здесь как раз нужно беречь партнершу. И быть сконцентрирован на том, чтобы расслабить ее, понимать технику. Чтобы это было все очень плавно, очень медленно. Давайте привыкнуть ей к ощущениям. Не торопиться. Это очень специфическая зона, которую лучше не испортить. Потом, если испортить ситуацию и просто сфинитра закроется, потом раскрывать второй раз будет его значительно сложнее расслаблять партнершу. Поэтому лучше сразу наберитесь терпения. И когда вы наберетесь терпения, вы получите невероятное удовольствие. По моему случаю у меня именно так и было, что партнер был неаккуратен, резкий вход. И на 10 лет я забыла об этом. Я ничего не могла сделать, чтобы эта зона расслабилась. Только буквально в последнее время я сполна постигла эту сферу. Стори смотреть надо. Так, давай потолкаемся уже. Какое восприятие. Сейчас полистаю вас. Это что касается мужчин. Что касается женщин, ну тут, конечно же, подготовка в виде кризмы. Не надо кушать плотно перед этим делом. И главное – расслабиться, довериться и возбуждиться от того, что вы чем-то необычным занимаетесь. Не делайте ничего без своего желания. Наоборот, это наоборот усложнит процесс. Самое простое. Даже девушкам мне не нравится. Спасибо. Почему даже? Девушки, наоборот, по-моему, очень любят эстетическое удовольствие и ценят что-то прекрасное. Я, когда вижу красивую девушку, я всегда только радуюсь этому. Ну, это приятные эмоции вызывает. А ворот берёшь. А ты, Руслан? Ну, конечно, беру. Я считаю странным в современном мире не брать все виды секса, которые имеются, и не получать, не пробовать. Всё, нет ограничений. Нет никаких ограничений. Нет ограничений ни в многомии, ни в замужестве. Если человек захочет изменить, вы же все прекрасно понимаете, что он изменит, и ты об этом не узнаешь. Я за честность в этом смысле и за честность, прежде всего, перед собой. Это самый сложный процесс — научиться себя доставать и свои истинные желания. Разгрести этот ворох комплексов и отработать их, и начинать проявляться, и жить полноценной, удовлетворённой жизнью. Не стесняясь, не боясь, не стыдясь. Так, а где ваши очки? У меня их очень много. Язык показал, попросили. Так, секс — это одно, что расслабит. Мужчинам, поймите вам, вы изначально расслаблены, настроены, когда вы думаете о сексе, и вас с приливом крови к пенису отливает кровь от головы, и голова уже не сосредоточена, она уже расслаблена. У женщины несколько по-другому работать. Ей сначала надо как раз возбудиться, а потом уже она испытывает возбуждение внизу живота, и туда приливает кровь. Обратные мотивы. Мы 69, всё время так по-разному транслируем свои энергии. Как ты говоришь слово «секс»? Вау, секс. Секс — это одно, что расслабит. Так, далее. Ты что, с публикой 15-18 лет общаешься? Алекс Лесли. Вы знаете, я реагирую на запросы. Опять же, я не собираюсь здесь вдавать всю информацию, потому что ещё очень много людей, которые просто хотят видеть сетьки, и не очень-то им нужны какие-то знания. Поэтому на вебинарах отдельных и в видеоуроках я подробно, глубоко и полноценно освещу тему анального секса и всех видов секса, и того, как прокачать свои ощущения, особенно мужчинам, потому что у женщин спектр ощущений значительно шире. У нас очень много чувствительных точек, нервных окончаний. Мужчина как бы научился кончать, но и особо плюс-минус всё одно и то же. Нет. Мужчины, вы можете значительно качественно улучшить свой оргазм и даже довести его до состояния фактически женского. Вот, когда просто взрыв ощущений, когда теряешь голову, и сейчас у меня падает штатив, блин, пытаюсь его удержать. Всё это достаточно просто, никаких сложностей и уж тем более вложений, кроме вашего времени и желания, не требует. Поэтому главное захватить. Я знаю всё, и всё, что возможно, я пробовала сама. Тот же кунилингус я могу научить вас делать на практике. Всё, что угодно. Лена уже как только не пробовала вебинары по сексу очуметь. Я повторяю, это по количеству ваших писем, запросов, вопросов, просьб о помощи. Я просто физически никогда не охвачу возможность вам... Первый проект уже не на связи. Ну, то есть я потеряла с ним контакт и вряд ли найду. Как жалко. А там такие мы реально фигачили позы. Очень странного содержания. Ну, то есть для меня заниматься сексом, когда мужчина стоит на ногах, а женщина стоит на руках, вот так вот получается, это как бы нормальная поза. Ну, то есть я в своих фантазиях свободна и непринуждённа. И они бывают разного содержания. Иногда мне что-то странное приходит в голову. Так вот, эта поза, это скучно. Это полная херня посреди тем, что мы снимали для Камасутры. Я хочу сказать просто при своей... Потому что я занималась художественной гимнастикой. Только это помогло мне в данной ситуации. Не для... Это не для... Короче, для людей очень растянутых, очень гибких и очень пластичных. И какое-то можно получать удовольствие. Ну, наверное, недолго можно, потому что потом начинаешь эфигевать от того, что тебе что-то пережало, кровь отлила отовсюду. Так, привет, красивая. Женёк, это кто? Женёк, это мой любимый мужчина на всё, на вечно. Самый главный и обожаемый. И мы с ним живём. Рублёвка... Нет, мы на Новую Регу переехали. Привет с Мурману, покажи писку. Писку иди смотри на соответствующих каналов. Здесь цензура, и я вам особо-то сильно здесь ничего не покажу. Квартира неинтересна, покажи тетьке. Прошу прощения, мне 23 уже как... Очень давно нет секса. И когда смотрю на красивых девушек, что? И когда смотрю на красивых девушек, что? Что в чём? Я не увидела проблем до конца. Но я так могу предположить просто, что член встаёт, наверное. Но пора переходить к сексу, если его не было. 23 – это уже время, ты созрел. В чём проблема? Ты боишься знакомства? На какой стадии возникает стопор? Или ты боишься перейти от общения к интимным моментам? Так, снимите её уже. Народ хочет сиськи в студии. Я вас понимаю, я тоже хочу лицезреть красивые сиськи. И с удовольствием смотрю на них так часто, как только могу. Ну, кстати, первый этап раскрепощения. Я бы даже не сказала не раскрепощения, а принятия удовольствия для женщин. Потому что у мужчин-то... Ну, мужчину я тоже рекомендую это делать. Рассматривание себя в зеркало, в обнажённом виде. Мастурбация перед зеркалом – это первоначальный процесс, который надо принять. Ну, то есть, если у вас то получается, если вас-то не смущает, не отвращает и не вызывает каких-то резких реакций острых, то всё нормально. Ленвы, с картины Боттичелли, Амфигура, как. Так, Ленвы. Ага. Да, это совсем стало другая. Спасибо. Я знаю. Доброй ночи. Мне хочется, кунь, делать и прям как ненормально об этом мечтаю. Ну, делайте, это же клёво. Только... Растегни ещё на путь. Прошу прощения. Так, только в куне... Тут, на... Через... На третьем оргазме, если девушка чувствительная и может получать несколько оргазмов сразу, или даже мультиоргазм, куни, наверное, дальше будет уже несколько болезненно делать. Ну, то есть, клитер настолько чувствителен, что при остром воздействии, при частом воздействии, или долгом очень воздействии, он начинает раздражаться, нервные окончания начинают уже с другими ощущениями, и лучше сделать перерыв или перейти на другой вид секса временно. Лена, мне 25, и я хочу тебя... Поздравляю тебя и с тем, и с тем событием, они оба положительные. Нет? Угу. Знакома с Евой Бёргер. Я не знаю, кто это. Миллион долларов. Какая твоя жизнь? Прекрасная. У меня прекрасная, удовлетворённая жизнь, полная наслаждений, удовольствий и желаний. И более того, впечатлений, что самое главное. Напоминаю, наш мозг, когда делает одно и то же, и тело привыкает и надоедает. Поэтому впечатления, неожиданности, они развивают наши нейронные связи. Нужно их получать обязательно. Даже стариков, когда у них уже начинается деменция, самое лучшее и первое, что их просят делать, это делать не то, что каждый день. То есть у них обычный распорядок один и тот же. Они ходят в одни и те же магазины и ложатся в одно и то же время спать, ничего нового не делают. Это тупит просто, деградирует, память ухудшается и так далее. Их заставляют чистить зубы литой рукой, ходить задом наперёд, есть левой рукой, например. Ну, в общем, менять какие-то элементарные бытовые вещи, ничего сложного, казалось бы, но это заставляет вырабатываться нейронным связям. Новые нейронные связи заставляют вырабатывать. И мозг начинает активизировать, мозг активизируется. Извините, я за штативом занимаюсь и начинаю заикаться слегка. Так, вот, вроде стоим немножко в горизонт. Всё, не трогаю, потому что что-то начинает падать. Так, зачем наушники, чтобы лучше вас слышать, детка моя? Алинуся. Так, от Питера привет, привет, мои хорошие. Правда ли, что у вас новости я не комментирую? Почему? Рубашка в клеточку. По желанию. Москва и Санкт-Петербург, в чём разница? Как минимум в названиях уже. Покажи педикюр. Да красный он у меня, красный. Покажу попозже. Покажу в конце трансляции. Я знаю, очень много фетишистов на ножке. Я, кстати, закончила, наконец, книгу. Сейчас мы её редактируем, и скоро она увидит свет. Это будет максимально откровенное издание, которое захочется перечитывать, потому что каждый раз вы сможете открывать для себя там что-то новое. Я вернулась к началу и офигела. Я думаю, блин, это неужели это я написала? Это же невозможно. Но, то есть, ты начинаешь говорить, начинаешь писать, формулировать, и это всё идёт как-то незапланированно, а откуда-то из других чакр исходит. Я расслабляюсь, и из меня идёт целый поток информации. И её настолько много скопилось, что хватит ни на одну книгу. Но вот эта книга будет максимально откровенной, пока цензура не прижала нас в литературе. Телевидение уже зажато ниже, хуже некуда. Слово «жопа» нельзя говорить и так далее. В мои времена я недавно нашла газеты, жёлтые, конечно. Сколько там... У меня какие-то обложки лежат от газет, от изданий и популярных. Так, опять какая-то фигня со штативом. И там на центральной обложке, прямо на развороте, просто порно-сцены. Там они не зачеркнуты квадратиками. Они весь разворот открытые, обнажённые, откровенные. Я очень удивилась, что вообще такое было возможно. Сейчас же везде всё закрыто, заприлизано, и цензура сжимает нас всё жёстче и жёстче. В литературе пока достаточно свобода слова сохраняется, поэтому я выбрала вариант написать книгу. В чём отличие от вагинального что? В чём отличие какого-то секса от вагинального секса? А, может быть, вы имеете в виду оргазм. Дописывайте, пожалуйста, свои предложения, потому что я могу только догадываться о ваших вопросах. О клитеральном от вагинального это совершенно разные ощущения. Клитеральный он короче по длительности, но по яркости он глубже, он намного больше вводит в судорогу и в экстаз, а вагинальный он более мягкий, плавно приходящий и понарастающий, прям долгий. И ты можешь прочувствовать каждую нотку вот этого самого невероятного пика удовольствия, который приходит. Но вагинальный он тоже бывает разный. Там глубинный оргазм, это совершенно другое, когда точки G он происходит, а когда он мультиоргазм, то есть происходит от стимуляции нескольких точек сразу, например, клитерально-вагинальный, клитеральный с точкой G, это же вообще птические ощущения. Говори нежнее, тут дрочат. Куда же еще нежнее у тебя? Ну что же, у нас сквирт. Сквирт необязательно является стимуляцией двух точек. Это стимуляция конкретной точки G, чуть более активная, чем... Чуть более интенсивная и вырабатывается секрет специальный при струйном оргазме. Ты о чем вообще? Мы обо всем на свете, нет какой-то конкретной тематики. Я вообще зашла сказать, что в воскресенье состоится вебинар, что мы переехали поздороваться с вами. И с Ольгой и солнцем, да, общаемся мы. И, кстати, спасибо, что напомнили. Я хотела ее на днях написать, но круговорот просто невероятных по амплитуде событий не дал мне упомнить такие желания. Зеленочка, книга уже вышла ваша? Не вышла, но она уже дописана, и очень скоро вы сможете ее приобрести. Я уверена, вы откроете для себя много новых вещей. Я, к сожалению, не смогла закончить несколько практических заданий для того, чтобы... Для книги, ну, то есть все, что я там рассказываю, есть первого лица с жизненными моими историями, везде есть примеры. Я проводила опрос людей, которые откровенны, которые, я знаю, что расскажут не то, что хотелось бы слышать, или то, как прилично, а то, что те, которые расскажут правду. Мужчин и женщин сравнивала статистику. То есть проведена большая работа для того, чтобы донести максимально широко информацию, для того, чтобы объяснить, что что-то вот у некоторых людей проходит вот так, а у других совершенно другие реакции. Нельзя всех определять в какие-то стандарты и рамки. Все абсолютно индивидуально. Вы знаете, только видов сексуальных извращений существует такое количество, просто невероятное. И они есть таких видов. Кто-то возбуждается от материи, от ощущения материи, натуральной, там, шелка, хлопка. Я была удивлена. Кто-то возбуждается от зеленеющих деревьев, то есть трется от деревьев, и у него наступает оргазм. Ну, тут что уж там говорить о панине или о сексе с лошадьми. Так, расскажу обязательно. Принято. Народ хочет сиськи. Кто муж, я делала, чтобы расстались. Муж, муж, муж. Я в последнее время наслаждаюсь нахождением без мужчин в моей жизни. И это осознанное решение. Я перенасыщена отношениями. Я переполнена. Мне очень хочется реализовать, реализовать, высказаться, уделить внимание вам тем, что давно требует от меня реакции. И если ты просто не даешь, то если ты находишься в своем месте, ты реализованный, тут у тебя вот идет такая обратная связь, а ты не даешь тех энергий, той информации, которая от тебя вот уже мир требует, то обычно за это прилетает в очень недоброй форме. А если не понимали, что прилетает так жестко, что не понять невозможно. Обязательно. Обязательно все напишу, что вы пишете. Так что говорите, что интересно вам осветить. Жалко, что такие умения мастера спорта не дают. Что не дают? Когда новая порно? Новая порно есть в специальной закрытой группе. Много классного, современного. Вот в последнее время все время обновляется. Поэтому пишите в директе, если хотите узнать, как туда попасть. Муж где? Я же говорю, что я сейчас на этом этапе жизни я приняла решение быть одной. Быть... Не могу сказать быть свободной, а когда спрашивают, Лена, вы свободны? Блин, я всегда свободна была по определению, по рождению своему. Вспекали такой мужчины, с которым я не свободна. Не дай бог, чтобы я когда-нибудь такой муж был. Свободна я всегда. А я решила побыть не в отношениях, потому что я перелилась через край. Слишком много энергии. И я здесь, в этой области, перегнала себя. Вот так. Как бы мне хочется это объяснить. Я забежала немножко вперед. И мне нужно теперь получить такой откат. Чуть-чуть дать времени, чтобы все остальное подтянулось вместе к области отношений. Потому что я уже прожила 10 жизней в отношениях и разных стадий, совершенно разных психотипов. Все мои мужья были совершенно разной внешности, разного роста, разного возраста. Абсолютно от моложе меня до намного старше меня. И совершенно... Вообще у них нет ничего общего, ни одной черты. Сразу понятно, что если у меня спросить, какой у тебя вкусный мужчина, то ответить невозможно. Я несколько на другие вещи просто реагирую. Меня волнует... Да то же, что и всех. А что именно волнует мужчин и женщин, что притягивает, и как все техники данные, вот эту всю хрень, которую все пытаются вам в голову внедрить, девчонкам, как начинает того, как воспроизводить свой язык тела, до того, как выглядеть внешне, все это можно объединить в одно элементарное изложение. И я об этом расскажу вам в своем первом видеоуроке, вернее, уже рассказала, скоро выставлю его, вы сможете его получить после первого вебинара. И вот как можно, в принципе, идти соблазнять мужчину и все эти техники херовые, которые мне напихали в голову, просто помнить. Просто... Да это же надо как напрячь свою бошку. А-а-а... То есть я прям должна уф, все время понимать, как я, как я, как я. И осознанно смотреть на себя со стороны. Это тяжко, я хочу сказать. И это требует некой концентрации и сосредоточенности, практики и навыков. А все намного проще. Есть всего лишь единственное и основное, что так притягивает нас в людях и в противоположном поле. Реально интересный вопрос. Выходи ВКонтакте в трансляцию, как раньше. Ты такая красивая девушка, прям жаль, что тебя нет рядом. Спасибо. Выходи. Ага. Пытаюсь погрешить. Почитать. Получается, сколько членов примерно было в тебе. А в тебе? Хочешь похвастаться? Вот Сайона Рамен. Ты спрашиваешь, сколько членов было. Почему мужчина сидит у меня на странице и хочет спросить, раз тебя волнуют члены? И спрашиваешь у меня. Если тебя так волнуют члены, ты можешь идти на страницу к какому-нибудь парню? Твоей души? Почему я только узнала о твоем канале? Да, у меня есть платный канал, секретный. Как туда попасть? Я расскажу, пишите директ. Жаль, что сможем на такое спорить. Это не жаль, вы что? Это кайф, что я понимаю, когда и что мне нужно. Я сейчас в абсолютном комфорте, в очень крутом состоянии. И еще совсем немножко времени пройдет, когда я буду в истинно благостном своем состоянии. Я его чуть-чуть в последнее время растеряла, поскольку такая ситуация, я вот осознала, что может быть город мне это отдает. Не факт, что мне сдавал город, но здесь точно у меня новые ощущения себя, мира, и вернулась. Я там забегалась, мне захотелось умиротворения. И тогда я полноценно начинаю активную жизнь, начинаю творить, начинаю отдавать. Бывший твой муж сказал, что ты фрегидная. Ну, а вы, наверное, Савелий, Савелий, вы так близко знакомы с каким-то из моих бывших мужей. Во-первых, напишите, какой, без проблем, и я тогда озвучу причины, по которым он так сказал. У всех они разные могут быть. Общаюсь я, кстати, с первым мужем. Вообще я открыта к общению для всех. Ни на кого нет ни обид, ни досказанности, ни вопросов ни к кому. Кому. Просто кое-кто косячил, и кое-кто хрен решится мне позвонить, написать. Кое-кто понял, что он долбоеб. Спокойной ночи, спокойной ночи. Я почему-то и рассталась с мужем. Я... О каком из мужей вы пишете? Причины всегда были разные. Если вы спрашиваете меня о том, что сейчас происходит в моей личной жизни, я сейчас решила уже несколько месяцев, исполняю решение побыть одной, и очень себя круто в этом чувствую. Мне это нужно. Это моё сейчас единственное возможное состояние. По-другому я сейчас просто не хочу. Мне нужно быть одной. Я сейчас хочу отдавать, и не готова не выразить то, что накопилось, потому что оно уже через верх. Анальный секс. Я люблю все виды секса, и секс вообще для меня не ограничен ничем, никем, ни временем, ни пространством, ни другими. Одну секунду, сейчас вернусь. Мне надо было срочно ответить. Там пришло очень важное сообщение. Очень важное. На это нельзя было не ответить. У китайцев член вкусный. Ну попробуй, Миш. Всё, что вам интересно, пробуйте. Не надо, в теории вы не узнаете. Если, ну как, я тебе вот расскажу, как вкус, сейчас опишу китайского члена, и ты же ничего не поймёшь. Попробуй возьми. Хотя сейчас, в период пандемии, конечно, я бы тебе не рекомендовала вы китайцев, но если тебя интересует именно этот аспект, можете сначала провериться, и потом заняться всем, чем угодно. Вы, Кира, ролиш, знаете? Нет. Я не знаю, у меня фамилии всё время какие-то пишите, я никого не знаю из этих людей. Всё, я спрашиваю. Миша. У вас от китайцев к сыну? Я не буду вам отвечать на вопросы про сына. У вас интересные сексуальные фантазии. Лена, существует ли вагинальный оргазм? Как его достичь, если есть только клиторальный? Пожалуйста, ответь. Саби. Я очень подробно расскажу, как научиться достигать фагинального оргазма. Я покажу упражнения, расскажу, как я научилась это делать, потому что я, как и все, начинала с клиторального оргазма. Как развить эти мышцы, как чувствовать, как помогать себе мышцами в процессе. Сначала научиться, как самой узнать, что это такое. Всё это я расскажу. Будет в первом видеоуроке. На все, кто хочет видеоурок или попасть на вебинар. Уже завтрашний, в воскресенье, будет вебинар. Первый вебинар, где я тоже буду рассказывать очень много информации о женской и мужской сексуалисте и о нашем взаимодействии и раскрывать секреты практик. По оригинальному оргазме я расскажу очень подробно, как его достичь. И это обязательно у вас получится. И хочу вам сказать, если вы умеете получать один вид оргазма, то вы можете и все остальные. Лишь дело знаний. И когда вы откроете себе это, всё, барьер переступлен, разрушена, стена разрушилась. Дальше всё у вас будет получаться регулярно. Чем больше практики, тем легче. Подпишись на меня, пожалуйста, я прошу. Что, мои дорогие друзья, я уже позднее время. Я желаю всем спокойной ночи. Спасибо всем, что были сейчас в трансляции. Оно ещё сутки будет висеть здесь. Обязательно пишите все темы, которые вас волнуют, вопросы, сексуального характера и не только, предложения. Я каждому уделяю внимание, всё читаю. Поверьте, не всем отвечаю, конечно же, сколько. Очень много желающих. Так, ну и напоследок, что вам? Не скучной вам ночи? И за приключениями для нескучной ночи ходите в мой секс-шоп Беркова-Тойс.ру Всегда ваша Елена Беркова. Сейчас так картина была. Я обещала педикюр показать. Фетишиста. Ой, поставила свой стакан воды и разливаю ложе. Ребята, простите, вы упали. Со штатива. В общем, я вот так покажу. Красный. Пока-пока.